О тарифах ЖКХ и их обоснованности поговорим с нашим гостем. У нас в студии руководитель региональной группы общественного контроля за формированием и соблюдением тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Кировской области. Евгений Сметанин, добрый вечер, спасибо, что пришли. Как раз члены вашей рабочей группы сегодня заслушали доклад Кировкоммунпроекта, представителей института. Давайте еще раз поясним нашим зрителям, какая задача стояла перед специалистами института, что они исследовали. Задача стояла перед нами. Рабочая группа задалась такой серьезной целью определить истоки, откуда формировался тариф на обращение с ТКО. Естественно, что первичным документом явилось заключение специалистов этого института по нормам накопления ТКО в Кировской области. И мы здесь решили их послушать и выйти на задать вопросы, естественно, и получить подробную и полную информацию о том, как формировались все составляющие этого тарифа. Мы слышали сегодня, что буквально взвешивались контейнеры, высчитывалось количество образованного мусора. Работа была проделана масштабно, как я понимаю. Я думаю, что не совсем так. Все гораздо сложнее. Совсем не так. Почему? Потому что, когда готовились мы к реформе, вот этой знаменитой, так называемой, в кавычках, мусорной реформе, то область должна была подготовиться и четко вот эту работу провести. То есть, вот это, значит, разбить территорию Кировского областа на ряд регионов, значит, определить конкретные населенные пункты и потом, значит, как вы говорите, провести большую работу, значит, взвешивать вот тот мусор, который образуют люди или объекты какие-то. И с учетом этого потом есть специальные методики рассчитать, сколько образуется, условно говоря, человеком, жителем Кировской области мусора в год, сколько образуется мусор на определенных объектах, там, столовые, там, фабрики, заводы, предприятия, библиотеки, ну, все, все объекты, которые только есть. Вот эта работа должна была бы проведена, если бы, к сожалению, она выполнена не совсем так, как должна была. Значит, вот Кировское областное государственное бюджетное участие Киновкоммунпроект в течение 17-го года и 18-го года, значит, представлял экспертные заключения, не проводя таких исследований, а адресуясь к исследованиям, которые были проведены в 2005 году в городе Кирове. Насколько это корректно? Это было категорически некорректно. Почему? Потому что в 2016 году вышло постановление правительства Российской Федерации, которое определило правила, именно правила определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов. И в соответствии с этим постановлением должна была развернута вот эта работа по подготовке к реформе. И это все должно было проведено быть у нас в Кировской области, ну, край к началу 18-го года. У нас же просто эксперты адресовались к прошлому, но в 2005 году, когда пользовались методикой Научно-исследовательского института коммунального хозяйства Уральского, там написано, что все эти методики действуют в течение пяти лет. И через пять лет они должны снова... Понятно, заново. Заново. Посчитать нужно будет. В результате этого мы констатировали сегодня на своем заседании, что фактически вот вся работа по установлению этих нормативов, а в последующем они же легли в основу тарифа. И установление тарифа проведено с нарушением требования федерального законодательства. Ну, не законодательства, здесь речь идет все-таки о постановлении правительства. То есть, они-то подсчитали конкретную цифру, насколько мне известно. То есть, каждый житель города Кирова производит чуть более двух кубометров мусора в год. Это некорректная цифра. Нет, это не так. Они посчитали, и мы сейчас платим за то, что житель Кировской области, в частности Кирова, производит 1,73 кубометра мусора в год. А взято это было из расчетов 2005 года. И за это мы сегодня платим. Дальше, как события развивались. Когда в январе 2018 года утверждали этот норматив, то поняли, что надо вернуться, надо сделать заключение правильное. И тогда уже Министерство строительства ЖКХ дало поручение коммун-проекту подготовить такое исследование. И они в течение 2018 года этим занимались. И сейчас выходит на то, что у них появился этот документ. Там они уже действовали в соответствии с этой методикой, взвешивали, определяли и действовали так, как написано в нормативно-правовом акте правительства Российской Федерации и рекомендациях Министерства Федерального. Сейчас мы что имеем, если резюмировать? Сейчас, если резюмируют, мы получаем, что этот норматив должен быть более возрос. Если мы говорили 1,7 и 3, то сейчас они говорят цифра чуть больше 2. 2,18. 2,0,18. Мы, естественно, сейчас задали следующие вопросы. Почему столь болезненное определение было поручено подведомственному институту, а не было проведено, как положено, например, конкурса открытого, чтобы заявились представители различных экспертных сообществ. И тогда можно было бы определить интересанта этого, и он бы начал эту работу. Более того, никакого общественного контроля за работой по определению вот этих, по наполнению этих контейнеров, о том, что это за контейнер, в каких домах. Общественность этого не знала. У нас, к сожалению, очень мало времени. Давайте еще раз, то есть дальнейшее действие общественной палаты. Дальнейшее действие общественной палаты. Если коротко можно, да. Две, два основных направления. Первое, по факту того, что норматив накопления в начале 2018 года был определен некорректно. Мы обращаемся в прокуратуру и просим их соответствующе прореагировать. А второе, мы обратимся и к губернатору области с просьбой все-таки, учитывая вот такую остроту этой проблемы, не замыкаться опять же на том экспертном заключении, которое сделала коммун-проект. Евгений Васильевич, время у нас, к сожалению, подошло к концу. И провести все-таки вот такую независимую, серьезную экспертизу с участием общественности. Спасибо большое, что пришли, ответили на вопросы. Ну а мы продолжаем.